возьмем в пример те три слова которые мы уже использовали например мы хотим сказать могу но и и давайте сразу уже возьмем прошедшее время чтобы сразу закрепить и сегодняшнюю грамматику вот допустим нас спрашивают а че мы могут и завтракал мы хотим сказать нет я не завтракал как мы скажем как мы используем будем использовать эту грамматику смотрим все очень легко и просто то есть то есть он вспомогательные вспомогательные форма не так давайте чтоб сразу сделаем так что было видно не итак он мы используем перед томса или химинца а вот и все очень легко и просто то есть мы не можем сказать чё нын ан а че мы могу вот это получится супер странное предложение вот допустим так когда я тоже только начинал изучать корейский язык у меня было с этим немножко проблемка небольшая но было немножко что то есть что то есть он я пропустил здесь давайте еще раз чё нын ан а че мы итак вот так писать нельзя то есть он у нас он она ставится перед танца тенца то есть вот сюда окей мы не можем сказать мы не можем использовать он где-то в начале самом предложении или супер в конце вот здесь предложение не нет она всегда должна идти после томса и химинца он могут своем он и соем вот он косо его следующий пример давайте рассмотрим что у нас там было а хода у нас было на хода 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 мы сразу ее переводим прошедшее время и соем вот так и мы хотим сказать я не сделал я не сделал то как мы будем говорить мы просто подставляем он перед томса вот и все вот и все давайте возьмем в пример предложение нас спрашивают среди ты работал он и и риса а мы хотим сказать нет я не работал они у ангесса легко легко и последний пример для закрепления у нас было когда когда мы переводим его в прошедшее время и мы хотим сказать я не ходил ангесса и мы хотим сказать я не ходил ангесса пример предложения он и вот и все не сложно не сложно подчеркну чтобы вы видели эту грамматику это предложение у нас тень неправильно все понятно понятно не сложно не сложно и так давайте мы сейчас с вами рассмотрим еще одну маленькую концепцию которую вы должны знать многие студенты конечно путает еще давайте рассмотрим итак это путаница была у меня тоже когда я изучал корейский язык то есть это это слова допустим в пример кумбу хода кумбу хода извиняюсь за мой почерк почерк бога какое следующее слово возьмем и или ум и так нужно просто вот с этими словами немножко разобраться дальнейшем мы когда мы будем с вами изучать грамматика когда когда мы будем разбирать такие темы вот как сегодняшняя тема да он вспомогательная форма он то есть она не она у нас ставится только перед томса и химинуса томса и вот основные предложения он ставится вот именно перед томса или химинса просто мы должны это запомнить к чему я веду этот разговор а если мы будем использовать такие слова как кумбу хода или и хода или умдон хода то у нас по идее должно получиться вот так он кумбу хэйо правильно ведь или он и хэйо или же ан мдон хэйо правильно вот так же она должна у нас получиться но я вам должен сказать что нет это неправильно почему почему кумбу хода и рада андон хода это же у нас томса почему она не подходит здесь есть маленькая маленькая путаница кумбу хода у нас идет как томса идет как глагол но в этом слове давайте разберем кумбу хода примерно в этом слове внутри есть два вида то есть есть мелца и томса вот как она выглядит понимаете понимаете это у нас мелца а это у нас томса да вместе они будут как одно целое томса так вместе это и есть томса совершенно верно но когда мы используем вот эту грамматику она будет у нас разделяться вот так то есть у нас получится кумбу кумбу хэйо вот вот как она у нас получится правильно кумбу ан хэйо почему потому что а что я не делаю а что я не делаю я кумбу не делаю то есть я мелца не делаю вот как она получится давайте еще раз еще раз распишем подробно медленно и так еще раз давайте распишем и рада и рада и рада как нас спрашивают сегодня ты работал она или 없어요 а не или ан 했어요 почему опять же опять же у нас идет и репета мемца и ходатонца когда приходит эта грамматика когда мы используем эту грамматику она как бы делит вот немца и томса вот честно вам сказать даже по звуку по звуку слышится как-то правильно и аннесса или же он или он или он куму и что-то не то что-то не то что-то не так вот кумбу ангел или и аннел вот она где идеально слышится поэтому поэтому в изучении языка очень очень важно аудирование слух очень много нужно слушать 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 это будет вам помогать в изучении языка вы будете чувствовать вы будете слышать правильно ли это или нет когда идет что-то грамматически неправильно в корейском языке уши немножко режет вот что-то неправильно что-то не то было вот и давайте последнее распишем последнее у нас было он дом давайте в пример возьмем нас спрашивает но он дом и мы отвечаем аню нет я не занимаюсь я не тренируюсь надеюсь с этим понятно переходим книги давайте посмотрим